Хорошо. Давайте тогда начнем. Начнем с того, что же такое OS Aurora. В первую очередь, это операционная система, которая предназначена для смартфонов и планшетов. Это операционная система основана на Linux, это POSIX-вуместимая операционная система. Сейчас поддерживаются две основные, наиболее распространенные архитектуры в мире – это ARMX86. Разработанная операционная система была так, чтобы предоставлять удобную многозадачность. И делается это с помощью интерфейса пользователя, который ориентирован под управление жестами. Если вы обратите внимание на тенденции в операционных системах Android и iOS, они тоже сейчас постепенно перенимают все такие наработки, связанные с управлением жестами. Nokia, которая разрабатывала Migo, была первая в этом. На самом деле, операционная система предоставляет все стандартные функции смартфона. То есть это и работа с телефоном, и другие функции органайзера, и галереи, и камера. Работа с документами также поддерживается в режиме прочтения. Есть возможность работы с медиазаписью видео и звука. Ну, и это все есть из коробки. Давайте немножко разберемся, откуда такая операционная система взялась. До этого копнем в историю уже, получается, больше, чем на 10 лет. В 2000-х годах, примерно начиная с 2006-го, компания Nokia, тогда еще достаточно продуктивная компания в области мобильных разработок, занималась развитием операционных систем. На самом деле, наиболее известная, пожалуй, операционная система была Symbian, которая занимала очень большую часть рынка умных мобильных устройств. Но также Nokia работала и над Linux-системами для мобильных устройств. Называлась такая система MIMO. И вышел ряд устройств на MIMO. Это были Nokia N700, N800, N810 и N900. Это уже первые устройства были... Ну, сейчас бы мы их назвали планшетами, тогда их называли просто мобильные устройства. Они были со сравнительно большим экранчиком, но не содержали модуля телефона. А вот N900, последнее устройство на MIMO, которое вышло, это был уже, по сути, полноценный смартфон с телефонным модулем, и что многим было приятно, с выдвижной клавиатурой. Он был упущен в 2009 году. Примерно в то же время компания Intel развивала свою операционную систему, называлась Moblin. И они с Nokia решили подружиться и вместе разрабатывать операционку, которая бы могла охватить разные типы устройств, начиная с носимых и заканчивая уже десктопными компьютерами. Проект получил название MIGO, и в 2010 году Nokia и Intel начали над ним работать. На самом деле было выпущено даже несколько устройств под брендом MIGO. Если говорить о мобильных устройствах, это были Nokia N9 и Nokia N950. Было выпущено также несколько неттопов и нетбуков под этим же брендом. На самом деле MIGO для мобильных устройств, по сути, был немного переработан в MIMO. И, кстати, там же впервые появился вот этот чудесный жест-ориентированный интерфейс. А MIGO для неттопов и нетбуков это был переработанный Moblin. Вот. Ну, работали, работали. Закончилось на самом деле все тем, что Nokia в какой-то момент решила продаться Microsoft, и в 2011 году мобильное подразделение Nokia перешло под управлением Microsoft. Вот. Но здесь есть еще один важный аспект, что параллельно с проектом MIGO существовал проект MIR. Это проект, который целиком открытый, развивался под управлением сообщества и предоставлял, ну, скажем так, основу для построения операционной системы. То есть там большой фреймворк, который включал в себя много других библиотек, в том числе фреймворк Qt, и на основе него можно было строить разные операционные системы, например, Nemo Mobile построен на фреймворке MIR. Ну, тем не менее, когда Nokia начала заниматься проектом Microsoft, часть сотрудников компании были заинтересованы в том, чтобы продолжить работы Nokia по Linux-системам. вышли из компании. В то время была такая программа, называлась Nokia Bridge. Она, собственно, позволяла сотрудникам Nokia более-менее гладко уходить, основала свои стартапы. И как раз часть сотрудников Nokia основали стартап YOLO и начали работу над своей операционной системой, выбравши в себя многие наработки, как раз из проектов Nokia по MIMO и по MIGO. Операционная система называлась LG S, и в 2012 году она была представлена. Компания YOLO занималась не только самой операционной системой, они также занимались разработкой смартфона, который бы эту операционную систему представлял. Был представлен смартфон YOLO Phone он назывался, в народе его еще называют YOLO 1. Ну и потом, ну, на самом деле, YOLO хотели выпустить еще планшет, назывался YOLO TAP, он даже вышел достаточно ограниченным тиражом, но те, кто участвовал в этой компании на Indiegogo, знают всю эту историю достаточно хорошо. Компания начиналась прям замечательно, и там YOLO собрали больше, чем 400% от необходимой ESO, потом у них были проблемы с поставщиками, потом проблемы с железом, ну и в итоге планшет доехал далеко не до всех. И у Nokia-то начались некоторые финансовые проблемы, с которыми им сильно помогли инвесторы. Инвесторы в том числе и из России. И дело в том, что как раз в то время в России поднималась очередная волна, ну, назовем это импортозамещением, и искались как раз контакты компаний, которые бы могли предоставить операционную систему, позволяющую работать с мобильными устройствами в безопасной и контролируемой среде. Ну, примерно в то же самое время, в 2016 году, это в апреле 2016 года, то есть уже больше, чем 4 года назад, была основана наша компания, открытая мобильная платформа, и мы стали партнерами компании YOLO по работе над операционной системой Selfish OS. То есть у нас была уникальная лицензия на то, чтобы использовать исходные коды. Мы сформировали достаточно обширный штат инженеров, которые также приступили к работе над операционной системой. Сейчас мы уже с YOLO активно обмениваемся наработками. Многие наработки связаны с безопасностью, в том числе приходят с нашей стороны. Ну, и был сформирован отдельный продукт, который был назван формально Selfish Mobile OS ROS, продукт, нацеленный на корпоративный рынок и на госкомпании. Собственно, вот развитием этого продукта, как основного, мы и занимаемся по сей день. Также в 2019 году произошел ребрендинг операционной системы. Она перестала называться, Selfish Mobile OS ROS стала называться операционной системой Aurora. Ну, вот, собственно, с операционной системой Aurora мы сейчас и живем. То есть, по сути, сейчас есть два продукта на достаточно схожей кодовой базе. Это Selfish OS, развиваемая компания YOLO, нацеленная на публичный рынок, и операционная система Aurora, которая нацелена на корпоративный рынок и на госкомпании. Ну, немножко о том, как... Что же там есть для разработки приложений? Ну, на самом деле, и в Aurora, и в Selfish OS. Я еще раз напомню, что это полноценный Linux, то есть, это постик совместимый OS. Если активирован режим разработчика, то там есть все привычные для пользователей и разработчиков Linux-сателлиты. Многозадачность полная. Она сейчас работает совсем не так, как в Android. Она гораздо больше похожа на десктопную многозадачность. В качестве основного фреймворка для разработки прикладных приложений, для прикладного ПО используем Qt. Соответственно, это и для разработки интерфейса пользователя, и для доступа к различным API. Ну, а в качестве дистрибьюции используется система пакетов RPM. Соответственно, каждое приложение, каждая библиотечка покоится в RPM. Ну, и есть некоторые особенности, связанные с работой с корпоративными клиентами. Это проверка приложений на то, что они пришли от правильных разработчиков, пришли от правильных майн-трейнеров. Это есть возможность подписи пакетов и, соответственно, их проверки. Ну, о том, как же понимать, что такое Aurora, доверенная система, но особенно в контексте компаний, когда они покупают устройства для своих сотрудников и хотят ими управлять. Здесь важно понимать, что компания, в отличие от дескнопных систем, такие устройства раздает на руки. И они живут, как правило, за периметром компании физически. Поэтому здесь очень важно уметь отслеживать статусы всех устройств, в том числе уметь понимать, не потерял ли сотрудник устройства. Если сотрудник устройства потерял, то уметь его оперативно заблокировать и в том числе удалить данные, особенно важные. И, как сказать по-русски, sensitive данные. Иметь возможность обновлять устройство удаленно. То есть администратор управляет целым парком устройств, к отдельному устройству не подходит. Он назначает приложения, политики, обновления для разных устройств. Кроме того, вся вот эта вот система, которая позволяет управлять парком устройств, она может быть развернута на сервере заказчика. То есть, по сути, получается возможность управления всей инфраструктурой мобильных устройств со своего и оборудования, и приобретенного ПО. Все целиком работать может у заказчика. Здесь на картинке показано, как это работает по задумке. То есть, вот как раз та схема, которую мы предоставляем нашим заказчикам на основанной и построенной вокруг операционной системы Aurora. То есть, у заказчика есть некоторая закрытая сеть, доступ к которой может осуществляться, например, по VPN-каналам. На ней разворачивается система управления, которая непосредственно работает с мобильными устройствами. То есть, она предоставляет и набор приложений, и обновление для операционной системы, и возможность управления устройствами. Ну, соответственно, устройствами уже пользуются внешние сотрудники, ну, не внешние, а сотрудники организации, которые могут находиться за физическими пределами организации. Ну, и здесь по безопасным каналам происходит взаимодействие с серверами организации и системой управления мобильными устройствами. Соответственно, ну, в контексте России это в том числе поддержка госшифрования для трафика. Вот, ну, опять же, немножко, еще немножко про то, с какими реалиями мы работаем. Если мы говорим о ПО, которое развивается в России, это, как правило, ПО, которое входит в единый реестр отечественного ПО. Сейчас операционная система Аврора, единственная мобильная операционка там, ну, и в частности это означает, что мобильное ПО, которое в этот реестр входит или пытается ходить, должно работать под нашей операционной системой. Здесь есть несколько еще сертификатов, которые подтверждают то, что операционная система была проверена FSBFStack'ом. Что это означает? У FSBFStack'а есть определенные модели угроз, то есть там формально описывается нарушитель, формально описываются вектора атаки, и эти сертификаты, они подтверждают то, что операционная система для данных моделей нарушителей, для данных моделей векторов атаки, она защищена от всего этого. Немножко об устройствах. Ну, как я уже говорил, компания YOLA выпускала YOLA Phone, YOLA Tab. Были несколько компаний, которые YOLA лицензировала на то, чтобы работать с Selfish OS. То есть в какой-то момент YOLA решили не быть производителем устройства, а быть вендором операционной системы. К слову, компания открытой мобильной платформы также позиционирует себя именно как вендор ПО, а не как производитель железок. Вот. Поэтому у нас есть несколько партнеров, с которыми мы работаем, которые предоставляют устройства, а дальше совместными усилиями мы добиваемся того, что работает наша операционная система. То есть классы устройств разные, это и мобильные устройства, и планшеты, это и такие легкие устройства, и устройства в защищенных корпусах. Все это нацелено под разные нужды, в первую очередь, бизнеса. Но я хочу сказать, то, что операционная система может работать на на самом деле достаточно большом и разнообразном наборе устройств, достигается это благодаря библиотечке LibHybrid. У нас здесь снизу на слайде есть ссылочка. Слайды мы обязательно пришли, мы по этим ссылочкам покликаете. Это библиотечка, которая позволяет запускать вызовы из поясек с окружения, то есть из такого обычного линуксового окружения, на железки, предназначенные для работы с андроидом. То есть у андроид, кто бы там вам много не рассказывал, что андроид это линукс, это все-таки не совсем так. У андроида только линуксовое ядро, поверх которого работает бионик окружения, то есть там своя стандартная библиотека, в которой другие вызовы, и на которой вот просто так не запустить линуксовое окружение. Для того, чтобы это заработало, используется как раз вот такая прослойка. Благодаря ей удалось запустить, ну, я буду говорить здесь Selfish OS, потому что, по-честному, там запускалась именно сборка Selfish OS на целом ряде устройств от разных производителей с разной степенью поддержки железа. Вот. И отдельно хочу обратить внимание на PinePhone. Это полностью открытое железо, на котором всех вот этих вот странных вещей не надо было здесь с LabHebris, и на котором работает Selfish OS, ну, и, соответственно, Aurora OS, на котором тоже может работать. Благодаря во многом Сереже Чеплыгину, нашему сотруднику, может посмотреть, что такое PinePhone и какое у него сообщество. На нем запускают много разных операционных систем. Ну, буквально о том, что же там в архитектуре происходит для того, чтобы все работало. То есть архитектура стандартной операционки, она разбивается на три уровня. Соответственно, на базовом уровне находится ядро Linux, там же находятся аппаратно-зависимые компоненты, там же прошивка. Уровень связующего предназначен, как правило, для разных фреймворков. Соответственно, там и мер работает. Это вот тот большой фреймворк, про который я говорил, и Qt на этом же уровне живет. Ну, и самый верхний уровень, это уровень, на котором работают по сути видимые приложения уже части операционной системы, ну, видимые пользователи части операционной системы. Это интерфейс, который работает благодаря подсистеме Lipstick и внешние приложения. Ну, вот здесь вот выделены основные модули архитектуры. Ну, то, что зелененькое, это то, что с открытым исходным кодом может быть добыт, а то, что желтенькое, это как повезет. Ну, а Silica Components это компоненты, которые организуют интерфейс пользователя в операционных системах Aurora и Selfish. Их исходный код формально закрыт. Я не готов комментировать, когда он будет открыт и будет ли он открыт, но могу сказать, что есть ему альтернатива, например, для СР, которые используются в NEMO Mobile и которые с полностью открытым исходным кодом. Здесь уже плавно подхожу к следующей части презентации, просто кратко скажу, что же такое Aurora SDK. Это набор инструментов разработчика, предназначенных для создания прикладного ПО. Коль скоро у нас Qt, это основной фреймворк, которые используются для разработки приложений, то у нас и IDE основана на Qt Creator. Есть среда сборки. Среда сборки распространяются сейчас внутри виртуальной машинки, виртуал-бокса, и это позволяет, независимо от хостовой системы, Windows, Mac или Linux использовать одни и те же утилиты, которые работают в Linux окружении. есть эмулятор, эмулятор поставляется с образом операционной системы, можно его запустить, посмотреть, как операционная система работает, но про это я подробнее буду говорить уже при обзоре инструментов разработки. Ну, и буквально последний слайдик в этой презентации, где можно следить за новостями и пообщаться. Ну, в первую очередь в Телеграме и ВКонтакте. Соответственно, есть группа в Телеграме, есть группа ВКонтакте. Можете в Телеграме просто поискать SelfishOS во ВКонтакте. Группа называется Mer Project. Сайт, открытый мобильной платформой MPRH.ru, он за последнее время достаточно сильно оброс информации, в том числе там появилась информация и об устройствах, на которых операционная система работает, и расширяется предоставляемая документация. Ну, это также портал для сообщества разработчиков, на котором в том числе есть документация по разработке приложений. Так что я вам предлагаю посетить эти ресурсы. Ну, и сейчас у нас как раз есть первая секция, в которой можно пообщаться на разные темы. Продолжение следует...